1925 год. Редкие кадры умирающего лебедя. Напротив, постановка «Гибель цветка». Прима русского балета, буквально его олицетворение, Анна Павлова, стала легендой еще при жизни и продолжает ей быть. Эти экспонаты век назад завещал музею почитатель Мариинского театра, русский купец Алексей Бахрушин. Он говорил, что такое великое не может принадлежать одному человеку. Каждый экспонат пропитан энергетикой белого лебедя, но первое, что притягивает взгляды гостей – пуант русской примы. По легенде, изготовлен итальянским мастером 20 века Ромео Николини. Балетная туфелька, она может быть знакомым экспонатом, потому что что же еще дороже? Вот эта туфелька, которая помнит ножку Анны Павловой. Важная часть коллекции – раритетные снимки. Анна Павлова на пороге своего лондонского дома. Кадры с питомцами, фото с ученицами. На всех Павлова невесома и недосягаема, какой она и была. Любой мужчина, наверное, очарован красотой этой женщины. Достаточно глядеться в ее фотографии, чтобы почувствовать ее нежность, ее хрупкость. И, конечно, ее загадочность. Потому что для мужчины загадочная женщина – это что там. Спустя почти век после смерти белый лебедь вдохновляет художников и музыкантов. Скульпторы мечтательно повторяют ее изгибы. Это уникальная работа Георгия Лаврова. Он воссоздал образ Павлова из партии «Жизель». Привлекает она и ценителей балета, и любителей красоты. Мы хотели привести в Барнаул проект, который был бы одинаково близок и тем, кто хорошо знает историю театра или историю балета, и тем, кто не знает вообще, чтобы пробудить этот интерес. До 11 октября икона русского балета будет ждать всех желающих в Музее истории, литературы, искусств и культуры края. Анастасия Грицель, Александр Антропов. День с толком.